Творческая студия Вот мой канал на YouTube пришло письмо, которое меня зацепило. Я хочу его разобрать, я думаю оно будет полезно многим из нас. Пришло оно вот на это видео. Мороз и солнце, день чудесный. Ходим, дышим, размышляем. Итак, один пишет очень интересно, спасибо. Другой пишет спасибо вам огромное, Петрович, благодаря вашим книгам изменилось мое мировоззрение. Раньше в нашем городке была одна аптека, а сейчас их тьма тьмуща и на каждом углу фарм бизнес процветает. И вот наконец-таки мне читатель, мой тезка, пишет Человек мыслящий и человек говорящий это не одно и то же. То, что умеют индийские йоги, они не показывают ни по ТВ, ни по интернету, потому что для них это нарушение нравственного аспекта. А что показываете вы? Прогулки вокруг Лексуса или подводные съемки в открытом бассейне. В скобках у меня тоже Лексус не об этом речь. Я видел нувориши и побыдловие. Поверьте, нет желания обидеть вас, хотя бы из-за вашего возраста. Но мне тоже 60 и вы не поверите, меня тянет не пофилософствовать. Меня тянет на пофилософствовать. Но зачем это показывать кому-то? Как развлекательное шоу? Раздача собственных трудов. А в чем, собственно, это ваши труды? Я никогда не работал над собственным здоровьем, но ничего нового из вашего видео не подчеркнул. Может, вы осознаете себя носителем новых идей? А в Юрведе много тысяч лет. Но это теория, а не практика. Индия, та же средневековая Европа, сантисанитарин, про которую вы же рассуждаете здесь. В скобках. Плюс плотность населения. Короче, я назвал бы ваше видео Пердуха. Вам же предпочтительно Пердуха. Заметьте, слова разные, звучат одинаково. Амофоны называется. По-моему, да не важно название. Ну что ж, это ваше видео, вам его и называть. Я позволил себе свое мнение. Если оно вам интересно, вам еще столько надо понять, что желаю вам долгих лет жизни, чтобы разобраться со всеми в совершенстве. Вот куда вы плывете, это и есть жизнь, то есть движение. А теория, философия, ведь и религия, это вера, это любовь. Развод теории, разводят теории обычно те, кто не познал ни одного, ни другого. Ну что ж, так бывает. Проведение, бог, судья, это не ТВ. А. Проведение, бог, судьба, это не ТВ. Некрасивое видео под лаунж. В скобках под музыку. Что есть, то и принимай, если ты в системе. Не хотел бы я таким образом вызывать жалость и внимание окружающим. Ибо, как говорят, бог шельм уметит. Все. Ну, начнем. Я люблю разбирать все по порядку. Так. Человек мыслящий, человек, говорящий не одно и то же. Ну, хорошо. Что? То, что умеют индийские йоги, они не показывают ни по ТВ, ни по интернету, потому что для них это нарушение нравственного аспекта. Речь идет не столько о йогах, как об этой науке вообще. И, я думаю, каждый уважающий себя, громко скажем, йог, всегда примет ученика и будет обучать ему тому, что знает. А йога – это огромная система знаний, но не об этом речь. Которая рассматривает не только человека, но и мир. А что показываете вы? Прогулки вокруг Лексиса. Ну, прогулки вокруг Лексиса получились из-за того, что я хожу по дистанции. Круг это называется. Где-то в среднем километр с лишним. И невольно проходится проходить мимо. Так, да, подводная съемка с открытым бассейнем. Но это... Это в качестве разбавления. Потому что смотреть на мое лицо или на то, как я хожу, тоже не так уж интересно. У меня тоже тлег слышны, об этом речь. Я рад за вас, что он у вас есть. Я видел новориши и победловие. Причем тут вот это вот. Вот это слово. Я видел новориши и победловие. Поверьте мне, желание бить вас, хотя бы из-за вашего возраста. Мне тоже 60. И вы не поверите, меня тянет на пофилософствовать. Так, меня тянет на пофилософствовать. Ладно, мы сейчас разберем вот это вот новориши и победловие. Мне тоже 60, да. Я как-то своими съемками не столько хочу там, если я показываю дом, если я показываю машины, если я показываю вот эту вот всю технику, которая имеется. Тем самым не желаю показать, что я какой-то там богач. Потому что есть люди намного... Это то, что было создано для нормальной жизни. Я сделал то, чтобы нормально жить. Больше ничего. Показать то, что я с глубинки для себя сделал нормальным условие жизни. И никуда не уехал. Ни в Москву, ни в Петербург, ни в другого куда-то. Я остался здесь, потому что я здесь родился, здесь живу и хочу, чтобы здесь было хорошо, а не там где-то. Так, но зачем это показывать кому-то как развлекательное шоу? Я бы не сказал, что это развлекательное шоу. Потому что на эту тему особо и не говорят. Действительно, есть разные там передачи, но я стараюсь так рассказать. И с учетом своего опыта, чтобы человеку это было близко, чтобы человеку это было понятно. И я... Вот смотрите. Можно так сказать. А зачем ты действительно все это вот написал? Зачем ты это все тут рассказываешь? Зачем это все? Есть же медицина. Есть же вот... Обращайся. Опять-таки, со своего опыта я хочу сказать. Я обратился к медицине в свое время. Долю с маком. Не то. Самый последний случай. Вот у меня были проблемы со спиной. Я, значит, обратился в МРТ узнать диагноз. Что и как там. Пришел. Меня, значит, на этой машине. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Прокатали. Весь позвоночный столб. Да, нашли там изменения. Такие изменения. О, хоть час ложись в группу и все. И помирай. А я говорю, а как лечить? Да, витаминчик В там поколи. Что им еще что-то там такое еще. И все. И наблюдайся. Наблюдайся нафиг. То есть бабки неси. Вот это вот все им. Они тебя будут прокатывать. Помощи никакой. Понимаете? Никакой. И если бы я, как и все остальные страдальцы. Вот пошел бы у них на поводу. Как многие и идут. Лечатся. Да. Медицина официально. Мы там знаем. Мы там лечим. И так далее. И долечат до инвалидности. А то до смерти. Вот эти вот раки головного мозга. Которые уже прошли у нас. Да. Неоднократно. Следствие такого лечения. То есть. Как говорят. Говорят так. Он боролся. Она боролась. Но болезнь победила. А кто в смысле боролся? Да они ни хрена не боролись. Они отдали себе в лапы. Медикам. И начались эксперименты. Химиотерапия. Потом облучение. Потом еще что-то. Потом все. Ничего не вышло. Но он боролся. И не победил. Понимаете? Так вот я не хочу. И я уже знаю это. На своем собственном опыте. Что если бы я вот так вот все это пустил на самотек. Им и носил бы деньги. И вот это вот рот открыл бы. И все это. А. А. Вот. Вот новое лечение. Вот это. Вот это. Вот это. Я бы уже давно сыграл бы ящик. А я до сих пор хожу. Вы видите. Хожу. И для того, чтобы вот эти вот все эти мои проблемы исчезли. Значит. Я делаю массаж. Медовый. Чудо. Вещь. Которая помогает. Я хожу. Целый час я хожу. С утра встал. Жопу свою поднял. И погнал. И вот когда ты ходишь. Мысли интересные приходят. Белый снег на землю ляжет. И грехи мои замажет. Снова чисто. Снова ново. И душа на все готова. Ну да ладно. Вот я с ними. С этими мыслями с вами поделился. Раздача собственных трудов. А почему бы и нет. Можно так сказать. Что труд. В чем вернее я считаю свой труд. Знания которые изложены в моих книгах. О питании. Об очищении. Тем более научные. Ненаучные. Нартеропатические. Они давно известны. Но я собрал их в кучу. Понимаете. Тем более в то время. Это еще до 90-х годов. До 90-х годов. В 80-х годах. Этого ничего не было. И я собирал. Одно дело это мой труд. Что я собрал. Другое дело что я это все обработал. Третье. Что я все это дело еще через себя пропустил. Чтобы узнать как это работает. Понимаете. Вот. Как это все работает. И уже со своего собственного опыта выдал. Пожалуйста. Я их не вам не навязываю. Что вот. Это труд. Он тебя там исцелит. Пожалуйста. Пользуйтесь ими. Для меня они сыграли свою роль. Благодаря им я стал тем. Вот кем я перед вами сейчас сижу. Жив. Здоров. И более-менее еще в достатке. Глядишь. Это вам поможет. Потому что вы столкнетесь с какой-то ситуацией. Особенно со здоровьем. И. Ну вас просто-напросто залечат. И все. Собираем деньги всем миром. Два-три миллиона. Вот без этих двух-трех миллионов. Лечение невозможно. Так это то, что по телевизору показали. А то, сколько таких людей. То есть на каждого такого, которого показали по телевизору. Приходится еще сотня. У которого просто нет ни средств. Ни связи. Чтобы выйти на этот телевизор. И что им остается делать нафиг. И вот когда человек не хочет погибать. Он начинает искать. Он начинает рассуждать. Он начинает читать. Он начинает действовать. А если не хотите, пожалуйста. Я говорю, я вас не это. Мои труды, другие труды. Если вы всезнайка. И это вам не нужно. Зачем тогда читаете? У каждого голова на плечах. Пожалуйста, действуйте. Если вы там знаете. А если вы вот не знаете. То тогда ищите сами. Пожалуйста. А если хотите моими наработками использовать. Которые я назвал труды. Пожалуйста, используйте мои. И я вам их дарю нафиг. Я никогда не работал над собственным здоровьем. Но ничего нового из вашего видео не подчеркнул. Сразу же я хочу сказать. Видео. Это не рукописная книга, которую я написал. Я не рассказываю то, что там написано. Так подробно, основательно. Это просто такое информационное сообщение. Что вот это там есть. А если вы хотите что-то конкретно, более основательно узнать. Пожалуйста. Тогда надо это почитать. Тогда надо вдуматься в это. И тогда, видишь, что-то вы найдете. Но если вы не нашли, то... То это хорошо. Пожалуйста. Я рад за вас, что вы живы и здоровы. И все у вас хорошо. Может, вы осознаете себя носителем новых идей? Я бы не сказал так громко, что да. Но в некоторой мере, на основе разных идей, разных знаний, видишь, у тебя что-то свое образуется. Это очень интересный процесс. И у каждого человека так и знания нарабатываются. Один узнал одно, другой узнал другое, третий узнал третий, четвертое, пятое, десятое. А другой умудрился все это собрать и на стыке этих новых знаний что-то сделать новое. В свое время, до 90-х годов такого понятия, как очищение организма для медицины, не существовало. А сейчас кругом все говорят, о, очищение организма используют в рекламе. Так. Так. Аюрведе много тысяч лет. Но это теория. Теория. А на практике Индия, та же средневековая Европа с антисанитарей. Начнем так. Аюрведе много тысяч лет. Но это теория. Увы, это не теория. Это наука, которая разработала, как надо работать с человеком, чтобы сохранить его здоровье. Учение об индивидуальной конституции. Учение о жизненных принципах. О работе с жизненной энергией. Вот это все там. И как различные, будем говорить, окружающие предметы и пища так же влияет на здоровье. Это наука, которую надо... Ну, основная наука, она уже была, она уже есть, понимаете. Но кругом разобрали какие-то знания, тулят свои знания, понимаете. Которые, как оказалось, не работают. А вот это вот нам не надо. Ну, пожалуйста, не надо вам то, что было создано много тысяч лет назад, и я взял, и для себя применил. И так же процветая, потому что одно и то же средство, с учетом индивидуальной конституции, одному подойдет, а другому навредит. А если просто физиологию... А вот она, как физиология, она должна действовать так. А получается на самом деле не так. И вот здесь сила Айурведы. Айурведа в переводе наука о жизни. Ё-моё, какая-то там теория. Это не теория, это, понимаете, это практика. А на практике Индия, та же средневековая Европа с антисендарей. Согласен. Вот с этим я согласен. Сам был, сам видел, сам нюхал. Про который вы осуждаете здесь. А что я рассуждал? Ну, тут плюс плотность населения. А я рассуждал в том виде о том, что такая была антисанитария. Что благодаря этому возникли вот эти все эпидемии. Чумы, холеры, оспы. И, кстати, и в Индии сейчас все это случается. Не без того там. Это все дело надо поменять для того, чтобы создать здоровую среду. Увы, если это не создано, то никакая аюрведа не поможет. То есть надо с самого начала действовать. Но аюрведа-то об этом говорит, что надо создать условия для жизни. И тогда, тогда, будем говорить, никакие тут не нужны прочие, знаете, лекарственные средства типа прививок, которые будут формировать наш иммунитет. Да он уже давно природой сформирован. Не надо просто создавать такие условия вокруг себя, когда ты наверняка заболеешь. Короче, я назвал бы ваше видео пердуха. Вам же предпочтительно пердуха. Ну не знаю, это его мнение, как назвал, так он назвал. Что тут? Ну что ж, это ваше видео, вам его называют. Ну вот я и назвал, как назвал. Я позволил себе свое мнение, если оно вам интересно. И вы знаете, хоть оно меня и зацепило, но оно действительно интересно. Потому что многие люди рассуждают примерно вот так же. Они думают, что могут, допустим, излечиться с помощью каких-то там таблеток, процедур, лекарств и прочего, прочего, прочего. Не обращая внимания на образ жизни. Образ жизни делает человека и больным, и здоровым. В средневековой Европе загадили все вокруг, влили из окон своих домов прямо на улицу ночные вазы. Пожалуйста, вот она антисанитарий, вот они болезни. Когда начинается лечение, то человек в течение жизни создает в своем организме подобные условия. У него ткани, внутренние ткани пропитаны вот этими всеми шлаками. Потому что он тут курит, потому что он тут объедается, потому что он тут потребляет различные там вещи, которые вообще не свойственны организму. И ведет себя так, знаете, вот, ну, просто-напросто, если посмотреть со стороны технологии здоровья, просто-напросто разрушительно. И при этом он хочет быть здоровым, и при этом он хочет по-прежнему делать то, что он делает. Потому что жизнь, в понятии большинства людей, это то, что хочется делать. А тут уже не хочется, уже нету сил, уже невозможно это делать. Так что надо менять? Надо лекарствами его там как-то подбодрять, чтобы у него хрен там стоял, там хотелось, еще пилось им голос, или же совсем по-другому все это сделать, чтобы это все естественным образом нормализовалось. Вот они две главные вещи. И тут мы сталкиваемся с человеком, с его мышлением, который, который, как правило, не хочет этим заниматься, не естественно, выздоровление нафиг оно ему надо. Быстрее бабки там зарабатывать, быстрее нафиг тратить, быстрее тут наслаждаться, быстрее ощущать полноту жизни. Не понимая, что за все это придется платить валютой, самой главной валютой, которая называется жизненной энергией. Мы ее так вот рассеяли, все. А потом, а потом, не на чем, пар, короче, кончился. Так, вот тебе и пердуха, да? Так, если вам интересно, да, интересно, поэтому я вот зацепила, поэтому я понюшу, прошелся. Вам еще столько надо понять, что, желаю вам долгих лет жизни, это хорошо, чтобы разобраться со всем в совершенстве. Разбираюсь, а для этого и жизнь нам дана, для того, чтобы разбираться. Если мы в этом не разберемся, не разберемся, то грош цена – это жизнь, понимаете? Жизнь – это именно для того, чтобы ты совершенствоваться, разбирался в самой себе, в самом себе, разбирался в жизни. И благодаря этому разбору, вот как сделал я дом, окружение, что ты сформировал какую-то среду вокруг себя, пригодную для жизни, и чтобы природа радовалась здесь, понимаете? А не просто ты тут, ай, я тут сейчас бахшу разобью, я сейчас огород, теплицу и буду там на этой земле. А у меня тут вот сад растет, у меня тут деревья растут, пожалуйста, сами все это там процветает, когда там яблочки сорвал, когда там по травке там походил, то есть, вот в таком плане я рассуждаю. Если, значит, мой тезка Геннадий во всем этом разобрался, ну хорошо, каждый человек находится на своем уровне развития, понимаете? Один вот этого достиг, и он считает, знаете, какие есть достижения? О, я там это, другой больше, а третий еще там больше. Я рад, что вы там больше достигли. Но если вы меньше достигли, то у кого учиться? Я бы в свое время с удовольствием всему этому учился, но когда я уже, какие-то наработки у меня были, и я пошел в общество знаний, и как раз это конец 80-х годов, и говорю, вот так-то и так-то, я знаю там чистку кишечника, чистку там печени, питание, а не знаете, вот меня оздоровили. Я хочу, чтобы и вы, окружающие люди знали, эти, значит, члены общества знаний, там, председатели, так местные, сидят и так вяло, да что там ты, ну, у тебя есть образование, нет образования, вот если бы у тебя было образование, вот если бы это, любое образование нарабатывается самостоятельно, в любой сфере, будь ты там музыкант, будь ты там медик, будь ты там ученый, будь ты еще кто-то, вот даже кто-то всем этим владеет, чтобы сделать видео, надо иметь знания, надо все это, все это нарабатывается, понимаете, было бы желание, и народ, вернее, они не захотели, но это не значит, что они не захотели, а другим-то это надо, они искали, понимаете, каждый человек, вот, попал в вот такие вот условия, он готов уже все сделать, когда он стоит на краю, он готов, ну, все делать, будем говорить, а не знает, что делать, а ему предлагают только вот это, вот, согласно нашему, значит, есть, такая, канва лечения, как там она называется, протокол лечения, да, все, ни влево, ни вправо, отступил, если врач даже отступил, а, ты неправильно лечишь, значит, ты вот сделал преступление, ну, хорошо, врач сделал преступление, но вы же не лечите, понимаете, вы же не лечите, а и что я должен, грубо говоря, знивать в результате вашего лечения, потом скажут, боролся, боролся, ну, не поборол, вот, вот эти знания должны быть, вот они, пожалуйста, вот эти вот знания, я хочу вот эти вот свои книги сделать библиотекой, здорового образа жизни, авторской библиотекой, пожалуйста, пользуйтесь, все, для меня они помогли мне стать тем, кем я есть, я просто-напросто хочу отдать, пользуйтесь, так, значит, разбираемся, разбираемся во всем, я лично постараюсь, задаюсь сам себе вопросы, и сам на них отвечаю, потому что на многие я уже не нахожу никаких ответов, вот когда вы плаваете, это жизнь, то есть движение, а теория, философия, понимаете, плавать, это жизнь, это хорошо, да, видимое движение, это все действительно, это, как бы сказать, мы видим, понимаем, но, вот эти все течения жизненные, которые слаживают судьбу у нас уже, которые слаживают, в конце концов, человек прожил жизнь, и он здоров или болен, он богат или нищий, или хотя бы живет в достатке, или он у разбитого корыта, вот это уже совсем другие знания, вот здесь уже, вот здесь уже и теория, и философия, вот это надо бы знать, потому что одна теория и философия у вас приведет к одному, другая к другому, и много, 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 и наша задача даже не то, что их все опробовать, а приходится опробовать для того, чтобы на своих собственных, в основном, примерах познать, что вот это вот делать нельзя, и когда, конечно, мы говорим своим детям, с учетом своего опыта, вот так вот, вот так вот, что вот я вот по этой вот теории, значит, шел, и философию придерживался, вот я вот такой, а нет, значит, вот так, ведь религия это вера, это любовь, но каждая религию подразумевает по-своему, разводят теории обычно тех, кто не познал ни одно, ни другого, но, так хочу сказать на это, каждый, и, конечно, в меру своего развития, в меру своей жизни, значит, что-то он познал, что-то он вывел, и у каждого, и теории, и познания, свои, я делюсь своей, пожалуйста, можете это все послушать, можете это не послушать, никто вас не заставляет, можете рассказать там свою даже историю, ну что ж, так бывает, проведение, бог, судьба, это не ТВ, некрасивое слово, под луанш, под музыку, и проведение, и бог, и судьба, это очень интересное понятие, понимаете, мне они лично интересны, может, если они вам не интересны, пожалуйста, можете ими не оперировать, луанш, музыку, музыку я сам, насколько я могу, там вот, что-то тут на, вот это вот, компьютерики там, сочинить, но сочиняю в меру своего, своих возможностей, в меру своей образованности, и прочего, прочего, вы уж не обессудьте, я не позиционирую себя, каким-то там, композитором, но просто хочется, чтобы видео, сопровождалось музыкой, как-то она, по-другому воспринимается, ну что есть, то ее принимай, если ты в системе, ой, ну что, что есть, то и принимай, если ты в системе, а смотрите, какая система сейчас, стала суровая, говорят, что лишний миллиард на земле болтается, вот лишние тут людишки, у нас бедные завелиться, понимаете, вот что система делает, вместо того, чтобы человека поднять, она говорит вам, вы лишние, Вы лишние в своей стране, вы лишние в мире вообще, понимаете? И вот тут ты, тут ты уже, вот это уже и философия, вот это уже практика Либо ты упираешься, доказываешь, что ты не лишний, что ты имеешь право на жизнь Либо ты просто-напросто заневаешь нафиг, как блинка-солинка И все, тебе сожалеет, все, ты не нужен Чья-то воля вот так вот тебе говорит И ты поддаешься ей Видите, куда все это назовут? Оказывается, без философии, без теории никуда Вот они вот такую теорию тут выдвинули И все, мол, если ты не можешь себя обеспечить, значит ты лишний А при этом не дают никаких условий для того, чтобы ты это сделал И вот тут-то начинаются совсем другие вещи Об этом мы не будем говорить Не хотел бы я таким образом вызвать жалость и внимание окружающих Не знаю, знаете, я как-то даже об этом не думаю Если я на видео жалок Если там чрезмерно привлекаю как-то внимание Но вообще-то, вообще-то, вот смотрите, жалость и внимание Ну, вот она, куча сайтов, куча этих каналов на ютубе, да? Вы можете любой взять, который там, ну, вам нужен Если вам интересно, вы сюда заходите Не знаю, из-за жалости, или чтобы оказать мне внимание Может, это вам нужно Что-то полезное подчеркнете Пожалуйста, тогда заходите А что меня жалеть? Я сам себя жалею и внимаю Я просто с вами делюсь, понимаете Есть люди несмелые Мы в основной в своей массе несмелые Мы боимся другому человеку отказать А что будет? Мы боимся что-то сказать против начальства Мы боимся сказать нравящемуся человеку Что я тебя люблю Мы многое что боимся, понимаете? А я не боюсь, я все это рассказываю Я открытый, пожалуйста, вот он, я Вот что у меня на уме, то я вам рассказываю, показываю И так далее И я при этом не стараюсь кого-то там унизить Не стараюсь кого-то, значит, обидеть А я стараюсь, наоборот, поднять человека Чтобы вселить в него уверенность, что он может Вот что я хочу и показываю Я мира мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний Я корень слов, источник жизни и миру Я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей Источники любви своей, которые космос заполняю Я так живу и процветаю, буду жить и процветать И любого и счастья воплощать Запомню этим всем миром Где буду я, где будешь ты Ведь я и ты, две мира этой красоты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!